Достигай Израиль и весь мир Шалом, я Синтия, жена Равина. Я молюсь о том, чтобы Бог-Отец коснулся вас сегодня и благословил во время проповеди и учения Равина Шнайдера. Будьте обильно благословенны. Пусть Бог благословит вас и шалом едет зим, что на иврите означает «возлюбленные». Меня зовут Равин Шнайдер. Добро пожаловать на нашу передачу. Мы продолжаем цикл, который я назвал «Ключи к прорыву». Это вторая часть цикла. В прошлый раз я говорил о том, что Дух Святой обратился ко мне и сказал, «С этого дня я сделаю так, чтобы ты видел, что написано на страницах Еврейской Библии, и применял это на практике сегодня». Помни об этом. Мы откроем Вторую книгу царств и продолжим читать с 5 главу, с 17 по 25 стих. Я начну с 17 стиха, который мы рассматривали в прошлый раз, и быстро напомню о том, чем я делился ранее. А вот Слово Божие, вторая книга царств, 5 глава. Когда филистимлине услышали, что Давида помазали на царство над Израилем, то поднялись все они искать Давида. И услышал Давид и пошел в крепость. В прошлый раз я говорил о том, что когда враги узнали, что Давид был помазан, они сразу же атаковали его. Когда вас помазывают сверхъестественным образом, вы привлекаете внимание врага. Мы должны понимать, что находимся на войне. И когда мы начинаем двигаться в делах Божьих, враг начинает сопротивляться нам. Библия говорит, чтобы мы не были в неведении относительно замыслов дьявола. Как говорил Павел, мы должны понимать, что находимся на войне, и что наша борьба не против крови и плоти, но против сил духовной тьмы. Враг противится движению Божьему. А если вы являетесь частью движения Божьего, вы столкнетесь со сверхъестественным сопротивлением. А когда вы понимаете это, то, сталкиваясь с сопротивлением, вы сможете успешно преодолевать его и не сдаваться. Петр говорит нам, чтобы мы не думали, что испытание — это нечто странное. Это естественный путь для Божьих целей в вашей жизни. Как я говорил в прошлый раз, как только Иисуса назвали агонцем Божьим, который понесет на себе грехи мира, в Евангелии от Иоанна 1 главе, как только он открылся как помазанник, помните, что случилось? Дух повел его в пустыню, чтобы там его 40 дней и ночей искушал дьявол. Когда Давид понял, что его атакуют из-за помазания, он не остался сидеть, ожидая, когда Бог остановит атаку, но сделал что-то. Писание говорит в 17 стихе, что Давид, услышав о том, что филистимлине готовы атаковать его, пошел в крепость. Движение меняет все. Когда Давид услышал, он пошел. Он сделал что-то, а не просто остался пассивным. Он не начал причитать. «О, Господи, меня атакуют!» Он действовал активно и пошел в крепость. Это еврейское слово «Метсуда», которое означает «защитное сооружение» или «замок». Он пошел в крепость, обратился к Слову Божьему, ободрился в Слове Божьем, он молился, доверял Богу, просил у Бога стратегии, он реагировал на атаку врага, действуя агрессивно. Если вы хотите увидеть прорыв в жизни, вам придется действовать агрессивно. Вы еще яснее поймете это, когда мы продолжим изучать Слово Божие сегодня. Итак, движение меняет все. Давид пошел. Движение меняет эмоции. Иными словами, если вы подавлены, вам нужно что-то сделать. В прошлый раз я говорил о том, что мы должны питать себя духовной литературой, Словом Божьим и другими книгами. Конечно, они не сравнятся с Библией, но есть чудесные книги, написанные людьми, любящими Бога. Мы должны постоянно поглощать Святое Писание, потому что оно меняет все. Мы не должны просто сидеть и говорить, «О, меня атакуют». Мы должны питаться Словом Божьим. Мы должны идти в крепость, углубляться в Слово Божие, приходить в Его дворы в Духе. Часто достаточно просто встать и пойти прогуляться, пойти на работу, сделать что-то, потому что действия меняют эмоции. Это меняет духовную атмосферу вокруг вашей жизни. Друзья, хорошо знать, что у нас есть выбор и воля. И когда нас атакуют, мы можем реагировать на это. А когда мы реагируем и становимся активными, а не пассивными, мы меняем атмосферу, потому что тот, кто в нас, больше того, кто в этом мире. Но мы должны реагировать изнутри. Итак, мы продолжаем 18 стих. Давид пошел в крепость, а далее мы читаем, «А филистимляне пришли и расположились в долине Рифаим». Важно понимать это, когда филистимляне, враги, пришли, чтобы атаковать Давида, они атаковали его не с одного направления, но расположились, окружили его, то есть враг нападал с разных сторон. Давайте еще раз послушаем этот стих, 18-й. А филистимляне пришли и расположились в долине Рифаим. Иногда враг атакует нас с одной стороны. И как только нам удается одержать победу с одной стороны, ну, предположим, что враг атакует, помещая в наш разум мысли, которые приносят нам тревогу. Мы можем поговорить с близким другом или супругой, а также обратиться к Слову Божьему. И когда мы рассказываем супруге или другу о той мысли, которую сатана пытается поместить в наш разум, мы одерживаем победу над ней. И что дьявол делает дальше? Он пытается пробраться к нам с помощью другой мысли, которая никак не будет связана с предыдущей. Иными словами, когда враг только нападает на вас, он может попытаться принести вам страх за здоровье. Но вы обращаетесь к Божьему Слову, укрепляетесь и избавляетесь от этого страха. Но когда вы одерживаете победу в этой сфере, через 10-15 минут враг атакует вас другой мыслью, сея вас тревогу и заставляя переживать за ваши финансы. Тогда вы обращаетесь к Слову Божьему, размышляете над этим, молитесь и одерживаете победу над этой мыслью. Но через час дьявол может атаковать вас новой мыслью. В этот раз это может быть связано с отношениями с кем-то. Вот что я пытаюсь показать вам. Дьявол пытается протолкнуть одну мысль, а затем и другую, которая не будет связана с первой. Он делает это для того, чтобы мучить вас в разуме. А на следующий день он снова атакует вас новой мыслью, заставляя вас переживать. Вы должны понимать, что вас атакуют. Дьявол поступает с вами так же, как он поступал с Давидом. Он пытается окружить вас. Суть в том, что, понимая происходящее, мы можем остановить это. Если же мы будем просто сидеть, переживать, расстраиваться, быть пассивными, мы так и останемся жертвами. Но если мы осознаем, что это демоническая атака, атака сатаны, и скажем, «Я противостою тебе, сатана. Убирайся прочь из моей головы». Противостанем ему. Вот тогда-то мы и одержим победу. Мы должны находиться в положении, когда мы держимся за Бога, пребывая в Его победе в Духе Святом и внутри нашего Духа также. Бог такой великий. Он говорит и дает нам новые откровения через учение Равина Шнайдера. У Бога есть план для нашей жизни, и нам радостно читать ваши свидетельства. Послушайте это удивительное послание. На следующий день, после того, как мой брат ушел к Господу, мы убирали его скромный дом. У него было так много книг и Библий, но я нашла одну, которую захотела прочитать. Это была ваша книга о том, как убрать страх из жизни. Я отметила все места Писания, на которые вы ссылались, и не могла выпустить ее из рук. Я была теплой христианкой. Я начала смотреть вашу программу при любой возможности. Стефани из Арканзаса. Как вы видите, Бог использует это служение, чтобы менять жизни людей. Спасибо вам большое, что вы смотрите нас. Будьте обильно благословенны и всегда следуйте за Господа. И пусть Отец воздаст вам за вашу щедрость и ваши сердца. Сегодня я хочу сказать вам самую простую, в то же время самую важную вещь. Иисус любит вас. Я хочу задать вам вопрос. Я хочу, чтобы вы были честны с Богом. Кого Господь обличает сегодня вашим сердцем? Вы должны отпустить кого-то или простить кого-то. Если это вы, то поднимите сегодня свою руку. Я прошу вас. О, вас так много. Я ощутил, что Дух Святой побуждает меня уделить время вопросу прощения тех, кто ранил нас. Я захотел повести их в молитве. Я хочу вести вас в молитве. Я хочу, чтобы вы вышли вперед. Выходите скорее. Мы помогли людям понять, как прощать. И я показал им Иисуса, висящего на кресте. Что он сделал? Одна из последних фраз, которые он сказал. «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». Мы объяснили людям, как высвободить это прощение в отношении тех, кто ранил их. А закончили мы поклонением заклонному Агонсу из пятой главы Откровения. Поднимайте руки и поклоняйтесь ему. Давайте. Давайте. Все вместе. Да. Итак, мы рассматриваем ключи к прорыву. Как мы уже говорили, когда вы ходите в помазание, когда вы прогрессируете в Боге, то должны ожидать оппозиции. Мы видим это в жизни Давида. То же самое было, когда родился Моисей. Что случилось, когда родился Моисей? Фараон услышал, что родился ребенок, который должен стать освободителем. И что сделал фараон? Он решил убить всех младенцев евреев. А что случилось, когда родился Иисус? То же самое. Царь попытался уничтожить младенцев, потому что услышал о том, что родился Мессия. И то же самое происходит сегодня. Когда дьявол видит, что вы помазаны, когда он понимает, что вы приняли силу в духе, когда он видит, что вы продвигаетесь в Боге, он будет противиться вам, пытаясь остановить работу Бога в вашей жизни. Поэтому будьте готовы к этому. Затем мы увидели, что враг пытается остановить нас не с одной стороны, а с многих. Что он сделал? Филистимлини расположились вокруг Давида готовясь атаковать его с разных направлений. Так же было и с Иисусом. Иисус пошел в пустыню, где его 40 дней искушал дьявол. Сначала дьявол атаковал его с одной стороны, потом с другой, с третьей. В итоге, когда дьяволу не удалось победить Иисуса, как говорит Писание, он оставил его, чтобы подождать более удачного времени. Мы должны понимать, что у нас есть враг, который ищет разные пути для атак. Но я хочу, чтобы вы поняли, что бояться нечего, потому что тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Не будьте в неведении относительно планов дьявола. Когда вы понимаете природу битвы и тот факт, что вы участвуете в ней, вы можете одержать победу. Это и есть ключи к прорыву. Ну, а мы продолжим. 19 стих. «И вопросил Давид Господа». Итак, Давид был помазан, филистимлине сразу решили атаковать его. Когда Давид понял, что его атакуют, он пошел в крепость. Это еврейское слово «мет суда», которое означает «замок» или «защитное сооружение». И он начал взывать к Богу. Он переходит к молитве и ободрению в Господе, взывает к Богу. «И вопросил Давид Господа». Давид не бросился в битву против филистимлин. Вместо этого он укоренился в Боге. Иисус сказал, «Если пребудете во мне, то принесете много плода. Мы должны укорениться в Господе, в духе. Мы не можем бороться своими силами». Давид пошел в крепость, а затем вопросил Господа, «Я хочу ободрить вас. Пусть Иисус будет Господом вашего сердца. Пусть Он будет Господом ваших мыслей. Полагайтесь на Него, держитесь за Него, доверяйте Ему, обращайтесь к Нему, прежде чем переходить к атаке. Придите в крепость Божию, в Его Слово и Дух. «И вопросил Давид Господа, говоря, идти ли мне против филистимлин, предаш ли их в руки Мои?» Давид держался за Богом. Давид держался за Богом. Он пошел в крепость, а затем обратился к Богу. Он не поступал по плоти. Он держался за Богом. Его сила была в силе Господа в Нем. Я покажу вам это через минуту. Много лет назад я достиг критической точки в своей вере в Иисуса. Я хочу рассказать вам о том, что случилось более десяти лет назад. В начале своего пути с Богом я был влюблен в Бога, в Его Слово. Я прочел множество удивительных обетований в Его Слове, которые вдохновили Меня и дали надежду. Возлюбленные. Вот те обетования, которые вдохновили Меня. Иисус сказал, «Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Я подумал над этим. О, полная свобода. Я вспомнил лучшие моменты своей жизни, когда переживал блаженство. И тогда я вспомнил Иисуса, который сказал, «Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Я помню, как много лет назад я серьезно занимался борьбой в школе и в колледже. Я помню, как в то время ложился спать и представлял себе, как стану чемпионом Штата. Я представлял себе, как Райфери, держит Меня за руку, и от восторга у Меня по телу бежали мурашки. Это было невероятное чувство. Словно я достиг этой цели, забрался на эту гору, покорил эту вершину. Иисус говорит, «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Вот о чем это напомнило мне. Иисус поднимет Меня до победы в Духе. И тогда у Меня будет невероятное чувство мира и блаженства в Нем. Писание говорит в послании к Ефесианам, что мы воскресли со Христом и были посажены с Ним на небесах. А в посланиях Павла мы читаем, что мы лучше завоевателей, что мы покоряем все это. Также сказано, что мы должны быть светом. И когда люди будут видеть нас, они будут говорить, «Вот это да!» Они будут обращаться к Богу и желать отношений с Ним. Я увидел все эти обетования в Божьем Слове, и эти обетования дали мне мотивацию. Но проблема была в том, что, оглядываясь вокруг, на жизни людей, называвших себя христианами, я не видел тех побед, которых ожидал в своей жизни. Иными словами, они не выглядели смелыми и победоносными. Они выглядели побитыми. Было такое чувство, что они постоянно ходят в поражении. У всех нас бывают трудности и вызовы, но речь не об этом. Я говорю о христианах, которые выглядели так, словно они проиграли. И тогда я сказал, «Господи, я не могу больше продолжать, потому что то, что Твое Слово говорит о нашей жизни, не является той реальностью, которую я вижу в людях, которые называют себя Твоими детьми». Твое Слово говорит, что тот, кто в нас, больше того, кто в мире, что мы лучше завоевателей. Но глядя на тех, кто называет себя Твоими детьми, я не вижу побед в их жизни. Я сказал, «Боже, если Ты не сделал этого для них, как я могу быть уверен в том, что Ты сделаешь это для меня?» Мне нужен ответ. Я не могу без ответа. На определенное время я отложил реальность того, что многие люди Божьи жили в поражении, потому что не мог справиться с ней. Но дошло до того, что я не мог больше прятаться от нее. Я сказал, «Господи, Отче, пока я не получу ответ на то, почему такая разница между тем, что говорит Твое Слово, и между тем, в чем ходят многие христиане, пока я не пойму, почему так, я не смогу продолжать. Ведь если Ты не делаешь этого для них, то не сделаешь и для меня». Я принял решение ожидать ответа от Бога. Я не собирался отказываться от веры, но я не мог двигаться вперед в Боге, пока не получу ответ на этот вопрос. Это длилось несколько дней. Я ждал Бога. Я знал, что Бог ответит мне. Я несколько дней ждал ответа. И когда я выезжал с парковки, Дух Святой обратился ко мне и сказал нечто. «Когда я скажу это вам, то вы подумаете, что уже слышали это. Но вы слушаете меня, потому что я хочу рассказать вам все, что случилось. Я ожидал Бога в Духе. Я знал, что Он ответит. Я выезжал с парковки, когда Дух Святой проговорил ко мне. Я услышал его внутри. Он сказал мне, «Ты видишь это потому, что мой народ не доверяет мне». Когда он сказал «доверяет мне», то вложил в эту фразу значение, о котором я не задумывался раньше. размышляя о слове «доверие». Дух Святой сказал мне, «Ты видишь, как многие христиане живут в поражении потому, что они не доверяют мне». Но слово «доверие» было наполнено откровением от Бога. Он вложил определенный смысл в эту фразу «доверяют». Он имел в виду то, что Божий народ не доверяет Ему, «не держится за Него», что Божий народ не держится за Него. Он сказал «доверяют». Но это слово было наполнено значением «держаться». Мы должны держаться за Бога, уповать на Него. Но многие люди, называющие себя верующими, не держатся за Бога. Бог может быть частью их жизни, но они не держатся за Него. Они идут в мир сами, полагаются на свои схемы, на свои подушки безопасности. Но Бог говорит, «Если вы не будете держаться за Меня, если не будете полагаться на Меня», Павел сказал, «когда я слаб, тогда я силен». Если мы не держимся за Бога, у нас не хватит сил, чтобы победить дьявола. Когда Давид понял, что его атакуют, то пошел в крепость. Его поведение говорит о том, что он держался за Бога. Он не просто выступил против врагов, но спросил, «А идти ли мне против них?» «Пойдешь ли ты со Мною?» Возлюбленный, он держался за Бога. Я хочу, чтобы вы знали, если мы не будем держаться за Бога, мы упадем, мы должны остановиться и обратиться к Богу. Мы должны не просто двигаться по плоти и душе, мы должны остановиться и обратиться к Богу. Иисус сказал, «Кто пребывает во Мне, тот приносит много плода». А я хочу спросить вас, есть ли у вас страх Божий в сердце? Понимаете ли вы, что без Него вы упадете? Возлюбленные, если мы хотим прорыва в жизни, мы должны бояться действовать без Него. Моисей сказал, «Если ты не пойдешь со Мною, то и я не пойду». Возлюбленные, ключ к прорыву, на котором я хочу закончить сегодня, звучит так. Мы должны держаться за Бога. Завершим передачу благословения. В шестой главе книги чисел Бог Отец сказал Моисею и Аарону, «Произносите это благословение на Мой народ, и тогда Мое имя будет на них». Возлюбленные, дети Бога, я хочу, чтобы прямо сейчас вы приняли благословение своего Отца. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон»